Моё почтение. Я расскажу, как изменялись мини-игры во всех частях ФНАФ. Во ФНАФ 4 Скотт Коутон вложил 7 сюжетных мини-игр и ни одной секретной. Самое первое сюжетное начинается, когда в главном меню выбираешь пункт «Новая игра» – «Нью гейм». Она называется «Пять дней до праздника» – «Five days until the party». На чёрном экране, под давящие фоновые звуки, появляется плюшевый Фредбер и говорит, «Что он сделал на этот раз? Он вновь запер тебя в твоей комнате. Не бойся, я здесь с тобой». Показана комната плачущего мальчика. Пол в чёрно-бирюзовом цвете. Справа кровать, слева тумбочка и четыре игрушки внизу. У Фокси отсутствует голова. Подойдя к ним, мальчик скажет, что это его друзья. Если сравнить этот стиль рисовки с мини-играми ФНАФ 2, то видна явная разница в графике. Расстояние между горизонтальными линиями не такое большое, как во ФНАФ 2, но окружающее пространство всё ещё состоит из линий. Нужно долбиться в дверь, и тогда плачущий мальчик упадёт на пол и зарыдает. Грустненько. Появится надпись «Завтра другой день». Начнётся основное выживание в тёмной комнате против кошмарных аниматроников. После успешного её прохождения включится вторая сюжетная мини-игра «Четыре дня до праздника». Плюшевый Фредбер скажет «Ты знаешь, что он опять прячется?» Дверь будет открыта, и можно выйти из комнаты. В этой комнате картины и часы с маятником. Плюшевый Фредбер будет почти всегда находиться где-то в кадре. В доме показаны четыре комнаты. В правой на полу будет лежать разобранная мангл. Тебе нужно идти влево. В гостиной тебя напугает старший брат плачущего мальчика в маске Фокси. Он оторвал её от игрушки в комнате плачущего мальчика. Так закончится вторая сюжетная мини-игра. После успешного прохождения второй ночи запустится третья сюжетная мини-игра «Три дня до праздника». Место действия – семейная закусочная Фредбера. Плачущий мальчик лежит на полу под столом. Голос подбадривает его и просит идти дальше. Дойдя до следующей комнаты, плачущий мальчик не может идти дальше и снова забирается под стол. После третьей ночи запустится четвёртая сюжетная мини-игра «Два дня до праздника». Начинается опять из семейной закусочной Фредбера. Теперь можно выйти на улицу и пообщаться с окружающими. Зайдя в свою комнату, его снова напугает старший брат из-под кровати в маске Фокси. Пройдя четвёртую ночь, включится пятая сюжетная мини-игра «Один день до праздника». Плачущий мальчик заперт в комнате запчасти и обслуживание. Тут запасные части аниматроника Фредбера и пружинного Бонни. Это самая короткая мини-игра. Плачущий мальчик просит выпустить его, и мини-игра завершается. Когда успешно пройдёшь пятую ночь, запустится шестая сюжетная мини-игра «Ноль дней до праздника». Это день рождения плачущего мальчика, и его старший брат подговаривает своих друзей поиздеваться над ним. Хватают его и несут к аниматроникам на сцене – Фредберу и пружинному Бонни. Заталкивают голову плачущего мальчика в рот Фредбера, и мини-игра завершается. Последнюю седьмую сюжетную мини-игру вряд ли можно назвать игрой. В ней нельзя управлять плачущим мальчиком. Называется она «Концовка» – «Эндинг». Увидишь её, если оселишь прожить шестую ночь. Мальчик сидит на чёрном фоне в компании плюшевого Фредбера и игрушек четырёх аниматроников. У Фокси до сих пор нет головы. После каждой произнесённой фразы одна из игрушек пропадает, исчезает и Фредбер. В конце пропадает и сам плачущий мальчик. Скотт Коутен не обделил мини-играми и ФНАФ Ворлд. Есть сюжетные, а есть секретные. Вся игра трёхмерная, как и её персонажи, поэтому отличие от предыдущих мини-игр четырёх частей большое. Первая мини-игра – это «Рыбалка» в рыбацком месте Диди. Заплати ей 10 фазмонет за вход. Будешь управлять лодкой приключенческого Фредди и перемещаться по поверхности. Самое удачное – поймать жемчужину, за которую получишь 100 фазмонет. Мини-игра «ФНАФ 57 Фредди в космосе» была добавлена во втором обновлении. Фредди находится в закулисье хэллоуинского обновления. Чтобы поиграть в неё, поговори с человеком за столом. Выйди из его дома и перекинься словом с появившимся рядом Фреддбером. А он откроет портал в эту локацию. Управляешь Фредди в 3D, но с видом как в 2D-платформере. Стреляй из бластера во врагов. Можешь подбирать кексы и улучшать бластер до 9 уровня. Преодолей 3 уровня и в конце тебя будет ждать босс «Голова Скотта». Вторая мини-игра «Фокси Экзе». Появляется рабочий стол с фоновой картинкой, курсором мыши и единственным ярлыком с названием этой игры. Будешь играть за приключенческого Бонни, сжимающего в лапках свою гитару. На заднем фоне перемещаются чёрные контуры скал. В них нужно прятаться от врагов, летящих справа. На фоне огромная физиономия сломанного Фокси из ФНАФ 2. Тебе предстоит 3 уровня. И с каждым уровнем голова сломанного Фокси будет искажаться и меняться. Фоном будет звучать голос. Слушай мой голос, и ты найдёшь ключ. На втором уровне справа будут появляться сломанные Фредди. Нужно отходить назад, пока враг не пропадёт за экраном и двигаться вперёд. Так пройдёшь до уровня 3. Тут всё сюрреалистичнее. Будто твоя шизофрения куда-то поехала. На третьем уровне атакуют искажённые котики. Избегай атаки в контурах скал и иди дальше. Слова поменяются и будут звучать. Смотри под ноги, когда идёшь через сердце безумия. По прохождении Кошмарион добавится в твою команду приключений. Другая мини-игра «Бойцы Фокси». Эта игра находится в закулисье хэллоуинского обновления. Она тоже появилась во втором обновлении, как и ФНАФ 57 Фредди в космосе. Управляй Фокси, сидящим в самолёте с пропеллером. Другие персонажи, такие как игрушечная Чика, кошмарная Чика и Джей Джей, будут управляться компьютером. Уничтожь ядро, охраняемое боссом душ-дозером. Секретная мини-игра «Волшебная радуга Чики» порадует тебя большой сложностью и неожиданностями. Ты управляешь Чикой и нужно дойти до финиша. Но на твоём пути встретится куча подлых и хитрых ловушек. За прохождение более трёх минут тебе дадут анимдуда. А если уложишься в три минуты и меньше, подкинут мистера Чиппера. Сюжетные мини-игры – это нахождение часов. Всего их пять штук. Чтобы начать, нужно поговорить с плюшевым Фредбером рядом со входом в первый межпространственный тоннель в холмах Фазбера. Во время прохождения игры на концовку с часами. На востоке локации в небольшом закутке появятся часы, прикосновение к которым активирует экран мини-игры. Окажешься в небольшой тёмной комнате и, управляя белой картинкой Фредди, должен поместить фигурку мальчика с шариком в коробку в верхней части. На выполнении даётся 10 секунд. Если не затолкнёшь фигурку, то мини-игра закончится, а часы исчезнут. Дальнейшее прохождение концовки с часами становится невозможным. Вторая мини-игра появится, если поговоришь с плюшевым Фредбером на входе в вырубленные леса. Прикосновение к часам, появившимся в западной части пыльных полей, запускает экран мини-игры. После запуска окажешься в чёрной комнате с четырьмя плитками. Тебе нужно включить все плитки за 10 секунд в правильном порядке. Верхняя левая, нижняя левая, верхняя правая, нижняя правая. Это отсылка к мини-игре «Задание Мангл» из ФНАФ 3. С камеры 7. Третья сюжетная мини-игра запустится, если поговоришь с плюшевым Фредбером в северной части пыльных полей, а затем найдёшь часы в таинственной шахте во время прохождения концовки с часами. Придётся заталкивать 4 кекса в белые квадратики за 10 секунд. Не успеешь и всё, попрощайся с концовкой с часами. Четвёртую сюжетную мини-игру ищи у плюшевого Фредбера на входе в лилие-шестерёночном озере. Прикоснись к ним и запустишь мини-игру. В комнате вместо коробок и объектов находятся три белые кнопки, каждая из которых выводит сверху свой набор цифр. За 10 секунд тебе необходимо найти и вывести правильный набор цифр. 39-52-48. Это отсылка к мини-игре из ФНАФ 2 Сцена 0.1. Последняя сюжетная мини-игра запустится, если найдёшь часы, которые появятся в вертушечном доме веселья после разговора с плюшевым Фредбером в вертушечном цирке. Мини-игра является точной копией самой первой игры с часами. Ты вновь окажешься в тёмной комнате с коробкой. Но на этот раз в неё нужно затолкать не мальчика с шариком, а тень Бонни. На это даётся 10 секунд. Если успеешь и все предыдущие мини-игры пройдены, получишь доступ к сюжетной видеоконцовке с часами. Если хотя бы одна из мини-игр была тобой пропущена или проиграна, прохождение пятой мини-игры ни к чему не приведёт и концовка не будет получена. Во ФНАФ 5 Сестринской локации есть только одна мини-игра с цирковой бэйби. И она не 3D, только 2D. Игра очень длинная, в отличие от других 2D-игр. Нужно собирать кексы, кормить ими детей и добраться до конца, забрав мороженое. В правом нижнем углу виден обратный отсчёт. Нужно вернуться обратно, угостить мороженым девочку по имени Элизабет. Она дочь Уильяма Афтона. Согласно чертежам Фантайм Аниматроника, были созданы Уильяму Афтоном. Этому есть доказательства по фразе «Папочка, почему ты не разрешаешь мне поиграть с ней?» Произносимой девочкой между ночами можно понять, что девочка – дочь человека, знающего об опасности цирковой бэйби, то есть её создателя – Уильяма Афтона. Пиксельный аниматроник похищает Элизабет с помощью захвата. В конце игры есть сюжетная вставка с Энардом в теле Майкла Афтона. Это не является мини-игрой, потому что нельзя управлять персонажем. ФНАФ 6 Пиццерия Симулятор содержит только три мини-игры, которые рассказывают об убийствах Уильяма Афтона и его гнилой душонке. Первое – это фруктовый лабиринт. Поиграй в неё с помощью игрового автомата Fruity Maze Arcade. Купи его в режиме каталога за 150 игровых долларов. Играешь за светловолосую девочку в розовом платье, в которой нужно собирать фрукты и цветы в зелёном неоновом лабиринте. Цель игры – собрать всё за отведённое время. Поиграй в него успешно три раза и появится скрытая сцена. Она нужна для получения настоящей концовки. Покажется плачущая светловолосая девочка и текстом. Он на самом деле не умер, он тут. Позади неё будет Спрингтрап. Вторая мини-игра – полуночный автомобилист. Запускай её в игровом автомате Midnight Motorist Arcade, купленном за 170 долларов во вкладке «Бюджетная техника стена». Управляй машиной и лавируй между другими машинами на четырёх полосах дороги. Для получения настоящей концовки нужно проехать три круга, а на четвёртом найти снизу от трассы пробел и выехать в него. Появится скрытая игра. Ты управляешь машиной и едешь по дороге без машин. Дорога будет сужаться и вскоре увидишь развилку. Дорога влево ведёт на парковку к ресторану JRS, где ты встретишь зелёного человека, который скажет «Да ладно, ты же знаешь, что ты не должен здесь быть». Не делай это сложнее, чем это является на самом деле. Придя к машине оранжевым человечком, едь дальше вниз по дороге, которая сужается. Это дом оранжевого человека. В первой комнате увидишь уставшего персонажа, сидящего в кресле возле телевизора. На что персонаж говорит «Оставь его в покое сегодня ночью». У него был тяжёлый день. Иди выше и подойди к двери. Главный герой постучит в неё, но не получив ответа, произнесёт «Я говорил тебе не закрывать свою дверь. Отходи от двери и подходи снова». Фразы будут меняться. Сначала «Это мой дом. Он не может меня игнорировать таким образом». А когда постучится «Открой дверь». После безуспешных попыток оранжевый человечек скажет «Я найду вход внутрь с улицы» и «Выходи на улицу, обходя дом». Увидишь разбитое окно. На земле с ним можно заметить следы, ведущие в лес. И особо чёткий след, похожий на лапу аниматроника. Главный герой при виде этого скажет «Опять сбежал из этого места. Он будет очень сожалеть, когда вернётся». Что хотел сказать автор этой мини-игрой, непонятно. Если знаешь, оставь своё мнение в комментариях. Третья мини-игра с марионеткой. Марионетка-охранник. Её цель – нужно искать ребёнка с зелёным браслетом. Два раза не получится, а на третий ребёнок с нужным браслетом появится за окном. Но выйти не получится, потому что сверху коробки марионетки будут другие коробки. Наконец сбросишь их и начнёшь искать ребёнка. Выходи на улицу и иди вправо. Дождь будет ломать марионетку, но ты подползай к лежащему ребёнку рядом с мусорками. Во ФНАФ 7, полностью настраиваемая ночь, нет мини-игр, как в предыдущих частях. Потому что это сборник для состязаний против аниматроников. И мини-игры здесь неуместны. Такая же история из ФНАФ 8 требуется помощь. Это тоже сборка прошлых частей ФНАФ 1, ФНАФ 2, ФНАФ 3, но с дополнениями новых режимов, типа ремонта вентиляции или аниматроников. Поэтому во ФНАФ 8 нет мини-игр, к каким привыкли игроки. Аналогичная ситуация из ФНАФ специальная доставка для мобильных устройств. В ней только нужно ловить аниматроников, а мини-игры сюда никак не прикручиваются. Так что их здесь снова нет. А вот во ФНАФ 9 Брежь Безопасности ты найдёшь 3 мини-игры. Все они скрыты в игровых автоматах, которые ещё предстоит найти. Бегая по огромному пиццаплексу, если забредёшь в гольф Монти, недалеко от лифта, в зарослях бутафорских джунглей, найдёшь единственный во всей игре игровой автомат с гольфом. Разработчики из студии Steel Wool создали мини-игру в трёхмерном виде. Если рядом ходит Монти, то при игре в этот гольф он не может на тебя напасть. Так заскриптовано в игре. В настоящей жизни так бы не получилось. Вторая мини-игра скрыта в секретной комнате, в которую просто так не попасть. В ней стоит игровой автомат с мальчиком-шариком. Чтобы попасть к нему, займей фас-камеру и сфотографируй 4 картонных персонажа в разных частях пиццаплекса. Более подробно, как это сделать, смотри это видео, ссылка в описании. В мини-игре будешь управлять за мальчика с шариком, летящим на трёх цветных шариках. Подкачивай воздух и поднимайся вверх, или сдувай их. Нужно собирать шарики и уворачиваться от препятствий и летучих мышей. У персонажа три попытки, это три шарика. Как попадёшь в препятствие, один шарик лопается и летишь на двух, затем на одном и уже падаешь на землю. Это проигрыш. Третья мини-игра разбита на три части. Она называется «Задание принцессы» – «Принцесс Квест». С помощью неё можно получить одну из шести концовок – «Спасение». В ней Грегори и Ванесса кушают мороженое, а между ними лежит голова Фредди. Все трое встречают рассвет на поляне. Первый игровой автомат найдёшь в салоне красоты Рокси. Играешь за принцессу с короной на голове, в платье и фонарём в руке. Нужно обходить чёрных кроликов и пробираться по коридорам замка. В конце будет ждать клич-трап. Второй игровой автомат с заданием принцессы найдёшь на втором этаже Фаскейт, среди множества игровых автоматов. Здесь будет посложнее. Принцессе дали меч вместо фонаря. Также пробирайся сквозь коридоры подземелья и замка, громя врагов мечом и доберёшься до комнаты охранника. Третий игровой автомат задания принцессы запрятан хорошо и просто так к нему не пройти. Нужно попутно совершить несколько других действий, и тогда откроется дверь к третьей мини-игре. Как пройти все мини-игры задания принцессы, смотри в этом видео. Ссылка в описании под видео. Мини-игры в играх вселенной ФНАФ прошли долгий путь и изменялись постепенно, как и всё в нашей жизни. От очень простых во ФНАФ 2 до трёхмерных типа гольфа или классических 2D маленьких игр, как задания принцессы. Очень хочется увидеть другие сюжетные и секретные мини-игры в будущих частях игр ФНАФ. Благодарю тебя за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!